В целом, я думаю, ничейный результат, он закономерный, хотя в 2-й тайме мы сыграли хуже, чем 1-й. И сами в этом вернулись. Уважаемые журналисты, пожалуйста, представляйтесь и вопросы по игре в микрофон. Оцените новый стадион команды «Кимичи»? Оценим приятные впечатления. Мы давно не были на него, но приятные впечатления. Очень рад, что в Екатеринбурге такой красивый стадион. Скажите, Екатеринбург для Вас счастливый для Вас, для Вашей команды. Почему сегодня все-таки не хотели поддержать? Мы сами виноваты в этом во 2-м тайме. Сами разрушили игру, которая в 1-м тайме в целом удавалась. Мы над этим будем работать. Если говорить о матче, конечно, была у нас ответственность. На 1-м тайме не все получалось в атаке. В плане обороны мы работали хорошо и практически уже не давали шансов Рубину. Хотя Рубин, в отличие от тех матчей даже со Спартаком, где они очень активно прессинговали, а Спартак там Тосно, они с нами как бы отошли в оборону и такого прессинга не было. Ну, зато все перекрывали нам. И мы, учитывая, наверное, вот эту ответственность перед стадионом, зрителями, вот, наверное, была какой-то небольшая сконс, хотя я на установке предупреждал, что нужно как можно быстрее из этого состояния выйти, потому что я понимаю, что давно не играли на таких стадионах дома, значит, столько не было зрителей, поэтому, естественно, какая-то скованность присутствовала. Ну, хотя и Рубин тоже, как бы, не было такой тоже легкости, поэтому много и брака было с нашей, с их стороны. Второй край мы чуть перестроились, вот, а еще в атаку одного игрока у нас получил травму Фидлер, поэтому мы атакующего игрока и все выпустили у нас, пошла игра уже, и мы как бы стали и вскрывать оборону, и фенальти заработали, и забили, и еще моменты были, где могли выжить, и особенно в последний момент, Эль Кабир мог, конечно, выжить и забить победный мог. Но не получилось, ничья, учитывая то, что мы отыгрались, с Рубином это очень тяжело сделать, вот, отыгрываться, потому что они организованно в обороне играли тоже сильно, вот, поэтому, ну, удовольствовереннейшим все-таки сумели забить. Спасибо, давайте, коллеги, перейдем к вопросам. Пожалуйста, представляйтесь, называйте свои СМИ и говорите в микрофон. Да, вот, молодой человек руку делал, да. Олег Галимов, наши газеты, Александр Федорович, что с Чентурией, и что сказали Димитрову, я видел, что у вас остался небольшой диалог сразу после замены. Нет, я ничего не сказал, я так поблагодарил за игру, он игрался так хорошо. А вы задевали по поводу исполнения финансов? Я еще только вот, одна председатель, а то вторая, поэтому еще и не общался с такой общением. Ну, дальше Чентурия тоже пока еще неизвестна. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Вот девушка, да. Мария Новикова, новости 41-го канала. Слышно, слышно. Отлично. Мы перед ночью пообщались с болельщиками, логично, что все ставили на победу Урала, кто-то говорил 3-1, кто-то 3-2, кто-то 1-0, но точно на победу. И 99% болельщиков сказали, что вот это должно быть прямо магически, что новые стены, они помогут. Вот ваше мнение, новое поле, новые стены помогли или не могут помешать? Нет, ну это естественно помогли, мы отыгрались. Хотя, честно говоря, гол, который мы хрустили, он нелогичный был там. Конечно, Мишин Эрков неправильно побежал куда-то, хотя там Отман уже контролирует этого игрока. Просто такая ошибка, ну, не футбольная. Коллеги, вот с этого фанга еще один вопрос. Да, пожалуйста. Данил Зайдонов, бизнес онлайн. В отличие от игры первого тура Грубин как-то по-вашему изменился? Первого круга, извиняюсь. Нет, ну естественно, там произошли изменения и организованность появилась, потому что первого круга он только создавал, потому что много было, наверное, проблем у Курбана Викеевича с составом. Практически они всех убрали, кто привозил. Ну, при Курбе шли, при Гарсе в испанском тренере, практически никого нет. И он создал и много русских, и хороших футболистов, много. Поэтому, естественно, в плане организации опять, как бы, Рубин, на той высоте, которой должен быть. Хотя, может, по очкам он не так много очков имеет, но в плане организации уже, как бы, есть поступательное движение. Да, спасибо. Да, пожалуйста, вот еще. У меня такой вопрос. Сегодня в составе Рубина вышло несколько молодых парней, Коновалов и Сорокин. У вас была такая задача своей командой давить именно на их позиции? Ну, знаете, 22 года уже не молодой. Коновал 20? Ну, нет, 22 года. Он 96-го года. 22 года. Так была такая установка у вас? Да нет, мы состав узнали только перед этой игрой непосредственно. Ну, 22 года – это уже игру. Я вам привожу пример. В 1976 году сборная молодежи чемпионата Европы выиграла у нас. Вот. И были 21 год футболисты все. Но все были ведущие игроки уже своих клубов. Также в 1979 году мы заняли второе место чемпионата мира, где Марадона играл за молодежную команду. Вот. И тоже вся… Тогда это 20-летний был. Там Хидия Туллин, Микельченко. Там все потом большие футболисты. Поэтому 22 года – это уже зрелый футболист должен быть. Спасибо. Да, пожалуйста. Либо Григорий, Ян. Александр Федорович, команда сегодня неплохо держала мяч, но вот совсем как-то не получалось обострять. Всего один удар в створк за игру, не считая пенальти. С чем все-таки это связано? Нет, ну, здесь я связываю, что очень грамотно играли Рубина. Я говорю, вот, мы, в принципе, где-то предполагали, потому что они знают, что мы контролируем хорошо мяч, поэтому такого прессинга мы не ощущали на своей половине поля. Вот. Но они хорошо отходили, хорошо перекрывали. У нас сегодня фланги не так работали ярко, как в обычных матчах, потому что они успевали все перекрыть. Там мы лучше, чуть быстрее стали играть и стали скрывать оборудование. То, что Чудурия выпал – это сильно повлияло на ваши планы, на рисунок? Нет, ну, конечно, мы его выпустили, чтобы активность в атаке была. У нас уже, когда Данск выпускали, чтобы закрыть эту зону, потому что у нас не было игроков в этом плане. – Спасибо. – Спасибо, да. Пожалуйста, вопрос. – Добрый день. Четвертый канал, Ильберт Мурсин. Вот Вы сказали про форму Рубина, спортивную форму имеется в виду. А как Вы после этого матча оцениваете форму Урала, и какие, может быть, будут установки перед предыдущими матчами? – Я скажу, у Рубина хорошая команда, мы, в принципе, не уступали им, где-то превосходили даже. Поэтому, естественно, мы тоже так же, как и у Рубина, в хорошей команде находились. Ну, и по движению тоже сейчас у нас… Завтра у меня уже данный путь по функции, как команда работала. У нас, в принципе, все игры, даже ЦСКА, Локомотив, где програли, у нас набег общий достаточно большой был. И в Хабаровске тоже. И вы сегодня двигались хорошо. – Ну, а перед тестовыми матчами следующими с Анкаром и со Спартаком, это будут у Вас замены или так же все будет? Ну, это еще далеко, поэтому посмотрим, как… Еще две недели до Спартака. Нам сейчас, мы думаем, уже опасно. – Спасибо. Да, пожалуйста. – Алексей Гураш, Радио, Россия, Маяк. Александр Федорович, о двух ключевых эпизодах ваш комментарий. Первый пенальти Димитров рассчитывал на то, что лотарь упадет в угол, ну, и поэтому направил матч. – Ну, да, я думаю, да. Хотя здесь обманывать не надо, они изучают уже, кто пенальти бьет. Поэтому, естественно, он не угадал. – Ну, да. Вот, и второй эпизод на последней минуте, как раз Эль Кабер, когда перехватил мяч. На Ваш взгляд, ну, проблема в том, что он не попал в ворота, или он принял неправильное решение и надо было сделать передачу. – Ну, наверное, там Евсеев с задней позиции был. Поэтому он мог. Но он не видел, потому что он на скорости обыгрывал, и как бы принял решение сам бить. Хотя, может быть, лучше было бы стрелять вдоль ворот. Там и Элина как раз был, там еще замыкали. Поэтому, возможно. Сейчас посмотреть надо, потому что это течение быстро, очень сложно среагировать. А когда посмотрим, уже будет. Я что лучше, какой вариант лучше бы Вам выбрал. – Спасибо. – Спасибо. Да, пожалуйста. – Екатерина Бормотова, Портал Моменты. Пожалуйста, оцените, вот, с точки зрения своего опыта, новый стадион по комфортности, удобности, там, каких-то… – 10 баллов из 10. – Можете… – Сейчас стадион оценивать, он великолепно устроен. Раздевалки огромные, большие. И все, все в развивалках есть для того, чтобы готовиться к игре. Вот, поэтому поле великолепное. Уже на данный момент уже очень хорошее поле. А я думаю, к чемпионату мира и даже к «Спартаку» еще лучше будет намного. Вот, ну а так все, наверное, болельщикам оценивать надо больше, потому что они с трибунг как бы участвуют на поле. Потому что, когда есть дорожки легкой, отличные, конечно, там ничего не видно. А это здесь все рядом. – КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!